Кто бы мог подумать лет 70 назад, что эти незатейливые рисунки когда-нибудь окажутся в музее. Картинки со стен казарм станут картинами художественного жанра пинап. Возникновение этого стиля часто связывают с периодом Второй мировой войны. Однако историки и искусствоведы говорят, что его корни гораздо глубже. Учитывая, что это явление очень специфическое и необычное, то его истоки мы, можно сказать, начинаем исследовать гораздо раньше. Это еще конец 19 века, когда начинается рост городов, урбанизация, в Америке появляются всевозможные новые здания. И поэтому появляются совершенно уникальные, новые для того времени журналы для женщин, Life, Cosmopolitan. И, соответственно, в этих уникальных нуждах художники создают новый образ женщины. Особенностью пинап – это, естественно, наличие сюжета, в котором присутствует такая легкая, случайная, неприкрытость. И не случайная даже для самой красотки зачастую. Открытая сексуальность. Пинапе как бы не приветствовалась. Несколько позже, разве что, уже начали художники показывать какие-то, в общем-то, укромные детали, обнажать саму героиню. Но так вообще это всегда должна была быть какая-то вот такая вот легкая, интересная сюжетная линия, которая позволяла зрителям самому домыслить, в общем-то, дофантазировать, что же там скрывают наряды героини. В тот момент так вот появляется пинап. И, конечно, это, прежде всего, вот такие вот действительно прекрасные, уникальные женские образы, которые художники могли видеть и вокруг себя. Это чаще всего в качестве моделей были и жены, и сестры, какие-то знакомые этих художников, мастеров. И многих из них было и профессиональное, в том числе, образование. Пухлые губы, тонкая талия и широкие бедра пришлись по нраву молодым мужчинам. Прообразом девушки американской мечты стала подруга художника Чарльза Гибсона. Именно его рисунки первыми обрели популярность. Именно его женщины стали основоположницами этого стиля. Хоть они и имели достаточно британские взгляды, но в них, в их образах присутствовала все-таки вот эта вот невероятная привлекательность и сексуальность. И, в общем-то, только чуть позже женщины уже начали заявлять более открыто о своей сексуальности. Новый образ прекрасной девушки, соответствующей американской мечте. Поэтому внешне она должна была быть идеальной, стройной, прекрасной, очень красивой. И можно сказать, что, в принципе, фотография в этот момент как бы немножко отходит на второй план. Так как в иллюстрации, ну, всего этого идеала, этой красоты достичь было нам гораздо легче. Угасающая в мирное время популярность портретов пинап вновь возникает в 60-е. Правда, жанр в этот момент претерпевает изменения. Женский образ становится более реалистичным. Талия уже не такая тонкая и не такая пышная грудь. Сюжетная линия теперь выстраивается вокруг неловкой ситуации. Так, например, при виде мужчины героиня теряет нижнее белье. На постерах появляются реплики и диалоги. Игра слов шутливых высказываний усиливает эротический характер картинки. Сам вот этот вот прекрасный образ девушки, он казался слишком идеальным. Многие девушки, наоборот, пытались соответствовать ему там, чрезмерно пытались похудеть, то есть быть такими же идеальными и прекрасными. Поэтому в какой-то период пинап немножко переходит на другой этап. И, соответственно, появляются более такие комические ироничные сценки, где уже фигуры становятся немножко иными, другими, соответственно. И поэтому, да, нужно было как-то вот от этого отходить. Ну, а после рекламщики начали использовать его, ну, понимая вообще, в общем-то, привлекательность у мужчин, да, популярность, начали его использовать в журналах, позже в фильмах, на вообще, я не знаю, на рекламах таких, в рекламах таких популярных брендов, как Coca-Cola. И уже больше в 60-е годы он, ну, не соответствует своему такому основному, основным задачам, основному направлению, все-таки не показывает, да, какую-то чрезмерную откровенность, а больше как-то заманивать, больше как-то иронизировать и действительно больше извлекать человека. Был пинап и в Советском Союзе, а поскольку секса в той стране официально не было, на плакатах изображали отличницу, спортсменку, комсомолку. Две идеологии в своих работах совместил художник Валерий Барыкин. Жанр советский пинап с успехом отражал социалистическую действительность. У нас в советское время как такового пинапа, конечно, не было, то есть были совсем другие женские образы, наверное, такие менее ироничные или откровенные, все-таки у нас была как бы другая натура и другие цели и задачи у художников, в целом у общества. Женщина советского пинапа, это не такая, наверное, раскованная женщина, это женщина больше выступающая за, ну, конечно же, она выступала за свободу, но свобода в получении образования, в получении какого-то, в получении карьеры, да, в том, чтобы это была женщина-мать, опять же, в общем-то, она была более таких скромных настроений. Поэтому в основном, когда уже, наверное, Россия восприняла западный, американский пинап, они уже попытались позже как-то на этих основах создать что-то свое, поэтому больше, наверное, все-таки мы говорим о 21 веке, о сегодняшних днях, когда русские художники пытаются, ну, как-то действительно создать образ современной девушки, тоже вот в реалиях какой-то вот американской культуры. Еще одно знаковое имя в жанре пинап – это имя художника Джорджа Петти. Именно его работы активно начали публиковать глянцевые журналы. Художник Джилл Элфгрен работал в жанре пинап для знаменитой рекламной компании «Кока-Кола». Своими оригинальными сюжетными линиями стал широко известен художник Арт Фрам. Пинап-девушку размера «Плюс» впервые изображает Дуэйн Байерс. Художников на самом деле большое количество, и художники пинап на самом деле исключительно занимались пинапом и получали за это прекрасные гонорары, в общем-то. Если говорить конкретно о классическом пинапе 30-х, 50-х годах, то это, конечно же, художник Варгас, да, которого можем здесь видеть, Джилл Элфгрен работы, которые как раз у нас здесь представлены. Поэтому вот в основном, да, они работали в таком узкоспециализированном жанре, они именно только этим и занимались. Ну и сейчас как бы есть такие художники, которые тоже себя всецело посвящают пинапу, но, конечно, гораздо меньше уже. Я пробовала себя в различных иллюстрациях, но как таковой пинап не стал моим главным стилем, но, опять же, настроение пинапа, да, то есть его идея, она, безусловно, прослеживается в моих картинах. Насколько вы знаете, я пишу «Любовь» и там, в общем-то, без откровенных деталей зачастую никуда. В наши дни стилем пинап вдохновляются модельеры, фотографы, дизайнеры интерьеров и рекламные креаторы. И несмотря на то, что стилизация пинап отличается от оригинала, характер этого легкого жанра востребован и всегда узнаваем.